ну можно начинать на данном этапе событий мы приветствуем людей которые находятся на нашей трансляции сегодня у нас начинается матч я запутался в своих словах же сегодня у нас будет турнир на дискорде red dragon нам не повезло сама один выбирать напиши в чат какую команду ты выбираешь первый бан или 2 голубая ну не больше пяти минут меня забавляет ситуация мы на стреме и у нас тут гачи мучи от авантуса но не записывается так и зрители сейчас вы можете наблюдать что у нас здесь карточка банов получается ой один за всех это у нас синенькая а сэм это у нас красненький и на данный момент один выбрал искорку в бан ну смотря то что искорка довольно мощный саппорт не себе так не врагу теперь у нас как я понимаю выбирается м и актера и банк сэма ну вот но херон но по сути а херон сейчас довольно мощная ехидна так что понятное дело 1 пик 8 какая сушан как там ее пусюань ё-моё вот что значит полгода не играть шел забрать себе сильного состояния а подожди почему банта да он же забирает ее но плюс крит шанс и довольно неплохо и небольшой отхил если чё вдруг так авантюрин и генералов забирается но дасы у нас получается авантюрин от бонуса так играется в принципе генерал хорошо подходит первый план подожди у нас 12 этаж да да я сам туда еще не лез потому что я хочу полноценно закрыть 12 11 чё у нас там какие элементы пробить и цех рок без сигны авантюрин и генерал так подожди 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 у нас волк е2 плюс сигна а я как понимаю у нас авантюрин и генерал без сиган да е0 да с0 кавка минус ну хз если честно ну ладно в принципе теперь вторую половину будет пройти сложнее но воде на есть волк который может эту проблему решить а еще в ему не жевать так что но дот пачка сразу отсекается из команды оперативника и союзника но смотри у нас у нас ледяная уязвимость есть на хотя нет там чё у нас сам сэм и кто еще на 12 этаже у нас сейчас это нас авантюрин там нет сам а там авантюрин да да авантюрин и коколия авантюрин у нас это коколия 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 а это коколия огонь кван босс из белобога не 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 босс этот мини босс она же перед финальным идет ну можно с полу босса да 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 ну или как сказать босс 6 6 виртуалки блин я не могу и ночью вспомнить некоторых имен я во первых и на имена очень плохо запоминает да и меня давно не было вот у сэма как я знаю да вот и вы как вы можете товарищи смотреть ковара страшная вещь я 4 с 1 язву сам я бы хотел бы ее забрать себе вообще точение сама уже хорошо выглядит команда первая половина закрывается вторая половина клара заковыряет это такая клара возможно даже будет очень быстро и проходить я видел какие он может выдавать цифру урона у ее клары это это страшно песец как хухой лебедь ну понятно состояние один состояние 2 лебедь 0 лебедь любез капки нормально посмотрим как будет кого он возьмет дальше так 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 любит с этой и один и и сигной ну неплохо а у как я понимаю нету или есть сигна непонятно уху хоть нет хохо и 0 бессерны до товарищ тахарок у хохо нету сигнатурного конуса а там там нету там пуст а там название нет а а пут а пут и по назвать я смотрю на эту с 1 и думаю так это у нас сигнатурный конус это это мой мой профан это мое пробитие так ханья и броня броня без сигны сразу потеря большого количества урона ну хотя она и так плохо подходит под клару да и генерал посмотрим да 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 бонус атаки хрень клару вообще я лис честно не знаю как клару и тому что я клару только как сабдамагера держу в кармане какое клару я держу в кармане сварога хочется заметить что брони он забрал у один а потому что дзенлю без брони это очень плохо да но сама дзенлю даже так все у нас сам по получается лебедь два ветра так у нас авантюрин авантюрин какие там стихи но я так понимаю там будет волк будет хо-хо будет лебедь и сам по в первую комнату да там везде есть квант поэтому будет всегда накидываться ветер волком и на пробиваться да пробить я там очень нужен да у нас авантюрин по моему лед физ и какая-то 3 хитрена я не помню так и сэм у нас выбирает пелу на шестом и дай ладня повезло и лочу без ничего а в наш товарищ один за всех путай один за всех и все за одного мушкетеры поехали у нас один за многих выбирает барабанная дробь можно я пущу и он играет жуа жуань и луку жуань сигной массовый баф и лука понятно конечно без кавки но выкрутиться наверно кто знает а это уже совсем другая история и так товарищ цем тоже у него осталось тут да так лука 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 е6 и янчик когда мысли янчик ну это у нас контр пика муна скажем уравнять очки это не янчик это жуань мэй за недостатка калькулятора понятно понятно а я тут смотрю-ка смотри-ка у один из-за да почему один вот нашего товарища синего человечка один за многих 34 из 30 это получается он переборщил да ну да ему добавится один цикл сразу его прохождение а вот у сама отнимут один цикл от прохождение на что сейчас но короче говоря одному лес ли у нашего сэма будет пять циклов то у него в общем итоге будет 4 а в то же время если у один будет 5 то да ёшкин ты шкод какой неудобный них для меня если у один за многих будет 5 то к нему добавляется еще один цикл и будет 6 хорошо ну давай посмотрим по-быстрому чё у нас нету искорки нету танки уравня так так ну ну в принципе команда выглядит интересно ну да у меня интересно очень как быть проходить ветряная команда первую половину мне интересно что хотят сделать из клары хотя сделать убийцу первый у нас получается играет один из многих сейчас мы подождем когда он поставит релики не будем рассматривать и никто не взял моего любимого арона я за как печально ну по сути чего у нас там нету электро так что пофиг они подожди есть электро или нет электро а есть электро есть 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 у нашей этой ледяной королевы ну на данный момент что у нас у первого товарища у нас у сева них у кого то урде фанс ему обеспечена у второго у нас авантюрин и лочи но тоже язвам интервью не лоча много смущает а немного смущает дзинлю е0 без сигны правду урона будет возможно не хватать дзинлю 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 дай-ка вспомнить какая-то ехидна женщина такая. А, Дзен-Лю, а, Ледяная Королева. Блин, у нас Ледяная Королева от нас и Ледяная Королева от Зеркала. Надо будет конкретику сделать. Ну ладно, так. Дзен-Лю без Сигны, ой, путаю, без Сигны и без Эйдалонов. Ну, пойми, ее можно вкачать? Так, запариться. Ну, это будет, да. Но там взамен есть Фуся, конечно, с Сигной. Она чуть лучше будет держать эту команду за счет Сигны. Но урон будет очень плохо идти. Учитывая то, что нет брони, там будет там будет Жуань, там будет Лука в пробитии. Ну, хотя пробития там много за счет Луки, Жуани и... По сути, сам Самп еще много может с Шандарахна, если повезет. Сампа в первую пойдет, скорее всего, тут. Там пойдет Фулветер в первую с Волком. Да, да, у нас же на Боссе Авантюрине нету Ветра и там Фис, то есть Лука туда и... Ну да, Лед, получается, весь Лед уйдет на Авантюрина Босса, Лука туда же уйдет. И получается Фусе, скорее всего, тоже на вторую команду. А в первую команду у нас Вес Ветер и Волк, чтобы увеличить шансы выпада ветриной уязвимости. А второй отряд у нас получается Генерал, Клара, Ханья, Паппелла и Янчик. Ну, понятное дело, что у нас... О! Генерал, Клара... О! Сейчас посмотрим реальность. О! Началось. На нас это у нас получается один за... Один из многих. Итак, Черный Лебедь у нас это смесь на... Как там его? Сет-сет-сет-сет-сет-сет-сет-сет-сет-сет-сет. На Ветер и на Дот-Атаке. 141 скорости, ну, почти 144, ну, ладно. А, я понял. Ты смотришь стрим у Сахарка напрямую без задержки. Да. Хорошо. А, ты... А ты на Твиче? Да-да, да-да, я там смотрю. Отвеча нету, я вот так. Капай. Я умнее, чё вы, у меня память в 16 мегабайт. Да. Так, ну, смотрите, у него всё вкачано по Лебедю, вообще, а чё вы у Лебедя смотрите? Я Лебедь не знаю, товарищ, help me. А шанс попадания эффекта? Спасибо за помощь. В принципе, скорости нормально, шанс попадания в капе, там 120% нужно. Сила атаки нормально, 3600, но нет полного сета, поэтому защита не будет срезаться до потери урона. Так, хо-хо-хо-хо у нас от хила. Ну, скорость нормально, энергия верёвка, понятное дело, она всем должна заливать энергайзер, вкачана на 2,888, почти все следы. Так, фусьюань на 10к хп, голова, грудь, 4 стака на хп, куда тебе столько? Куда? Ох, е-е-е, 9, неплохо там хп. до 15 этого. И защиты очень много, ну да, там проблема со скоростью. Да, со скоростью, и, по-моему, когда только фусьюань выходила, наш этот, Red Dragon, говорил, что надо хотя бы один стат на физ брать, много хп не поможет. Ну ладно, как человек собрал, так собрал. Пойдёт. Дальше, Жуань Мэй у нас 150 скорости, хорошо. Крит уроном на крит шанс. Представь собрать Жуань Мэй в пробитии полноценно с крит уроном и с крит шансом. Это ваншот, ванкилл, ба! Так, я понимаю, Жуань Мэй у нас на пробитии эффектов. Путырь. Ну, стандартно, 180 есть, там даже оверкап пробития. Скорости нормально, хотя лучше 160, конечно. Ну или ходить она будет первой, скорее всего. Да. Так что нормально. Эффект пробития. Так, ой, путаю пробитие эффектов. Так, Цзин Лю, моя ледяная королева. Скорости достаточно, крит шанс достаточно, крит урон без сигны, ну, понятное дело, 200 штук. А, обадение иона пятого наложения неплохо. Ну да. Крит шанса на самом деле маловато, потому что 30 плюс 50, там 80 процентов там будет очень много, ну, у нее все атаки мультихитовые, из-за этого много урона теряется. Да, да, да. Пойми, я в свое время Цзин Лю собрал настолько минимально, что песец, а у меня сигнатурный конус под нее есть. Ну да. То есть он собрал ее лучше, чем я, без сигны. Так, волк с сигнатурным конусом. О, волк пробить. Волк, волк, ни хрена кошки себе. Еще и скорости что-то нашел даже. Да. Неплохо. Шанс попадания, правда, оверкап, прям жесткий оверкап. Особенно учитывая то, что это Е1, Е2 волк даже, то шанс попадания можно было оставить 60. максимум шанс попадания. Дальше сампо, 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 сампо у нас шанс попадания, скорости 133 почти. Не докачанный релик 12 сфера. Где он? Где? Да. Скорости маловато для дотеров, но и сет неполный опять же на дотеров. Так что лука фулл сет недокачанный почти весь. 12 12 12 15 1 на 12 и он еще странно собранный. Смотри, у него кнут на другой этот ехидну заморскую, который на шанс попадания эффектов, и он не собранный до конца. По сути, они же бессмысленны по отдельности. Но эффект пробития 142, по сути, да, раз рука у нас собирается как под пробитие. 134 скорости пойдет. Ну и лука самый здесь слабенький, как я понимаю, да, товарищ? Ну, да, пробития можно было сильно больше сделать, на самом деле. ну ладно, теперь наш Сэм. Особенно, если этот лука тут только для пробития, ну, учитывая это. Сэм, 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 и что? Да, авантюрин такой себе. Он абсолютно без дамагов, да, при этом защиты мало без дамажного и скорости нет. Ну, на смех собранный. Да, на смех. То есть 4000 защиты ладно, не успели, ладно. Лочи, в принципе, нормальный. Авантюрин у нас еще не все кнопки проезжали. Да, да, не особо так долго на каждом персонале. Лочи 2500. Лочи в сайте. Я, Лочи, который собирал ради прикола почти на 5000. На 140 скорости. Ну, в принципе, нормальная Лочи, да. Сустой не более. Жуань мэй 220 этого, 145 этого. Тут у всех энергия. Жуань в пробитии. Да. Оверкап. А это что за конус? А, это ее сигнатурный. Ага. Так, генерал. Бонус сет 68, еще получается 78, неплохо, 155 крита. Скорости маловато. Это броня с ним будет? Ну, да, но тут по-любому броня. Да. Дальше Клара. Клара с сигнатурным конусом Дани Хэня. Да, это интересно. И на четвертом и Долоне. Я хочу себе эту Клару. Кстати, хороший крит-шанс. Очень стабильная Клара. да, крит-шанс прям мощный. Крит-урон под такой крит-шанс пойдет. Крит-товать будет. Ну да, прям мамы не горюй. Так, Ханья. Ханья у нас под Клару идет, так как она увеличивает урон на этих бонус. Ханья, кстати, без Е4. Это проблема. У нее оптай мульты меньше. Ну, я, к сожалению, Ханю только недавно получил после ивента с выпивкой у этих с монстрами. Дальше броня, броня 60, 166 в скорости. Броня нормальная. Ну, 161 же на броню. Ну да, в идеале, конечно, да. Ну, 155, там другой брейкпоинт есть. В принципе, пойдет. Да, веровка на энергию пойдет. И пела, 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 пела. Шанс попадания 81. Неплохо. Опять оверкап 90 со следов. И на луку. Ага, конус на луку. Так, а по броне у нас все нормально, как обычно. Хотя, скорее всего, шанс попадания он добирал ради конуса, он же у него не пятого наложает. Возможно. Только из-за этого стоило. А почему у нас здесь сет на скорость? Она же, по-моему, она же по противникам бьет. По сути, вторая половина сета не действует же на союзников. Насколько я помню, она работает всегда, когда просто используют ультимент союзников. Я могу ошибаться? Надо будет изучать по новой все и повторно освежать память. Ну что, Один у нас играет первым? Ну да. Сейчас мы дождемся, когда он включится. да начнется ванханалия через несколько секунд, дамы и господа. А пока что мы обсудим команды наших абонентов. А, нет, все правильно, кстати. Нужно именно к союзнику применять ульту. то есть это на скорость не работает, все верно. Ну, значит, у меня башка еще не совсем древая. Да. Точнее, как, вот уже забыл. Вы правильно древо ищете. Так, и получается двенадцатый этаж с зеркла. Один из многих не забудь пролистать описание персонажей. Подожди, какое описание персонажей? Ну, вот, да, то, что он делает быстренько, просто промотай, можешь быстро это сделать. Идалонные следы и реликвия. Конус быстро пройтись. Да, да, да. Можешь еще быстрее. Спидрант про просмотром поехали. Так, волк, этот волк. Сампа весь. Мы уже увидели сампу во всю красоту. Так, дедлю. язву. Мне дзенлю сейчас пересобирать придется. Как же мне грустно. Ну, все, можешь начинать первую половину. Как только закончишь первую половину, ты должен будешь подождать, пока сам ее закончат. И не выходить из зеркала, напоминаю. Мы вам запрещаем. Стой-ка. Хо-хо накладывает на противников же. Я что-то думаю, а где эффект от Хо-хо? Я хотел выбить себе этот хвост, но не повезло. Вот он, минус нескоростного волка. Сейчас было больше пробить. Это сначала шла лебедь, потом и только волк. Да, не совсем повезло. А сколько у нее там было скорости, не помнишь? Я что-то не посмотрел тогда. Ну, меньше, чем у остальных. Плюс... А нет, а тут Хо-хо без Е1, да, она не бафается. Так, у Е1 на... У волк... у Хо-хо значит, на Е1 скорость бафается, да? Да. Ага, хорошо. Ну, неплохой такой дамаг. Если не фокусить правого моба, то получаешь больше урона. Если не фокусить левого моба, получаешь меньше скорости. тут как бы... Товарищ, а мы вообще правильно делаем то, что у нас слышат по времени нашей озвучивания возможных тактик? Я им предложил выключить нас выключить звук. О, нет. Я уже подумал, что он пошел нас выключать. Так. Хо-хо, понятное дело. Рон. Пробитие повезло. О, ничего себе. Один жаткий. 250 неплохо. Ну, с этих с бафов хит дырить. Да, урона очень много, если его не бить. Я вот этого динозаврика, я так как недавно только вернулся, я немножко не понял его механику. Я понял, что он, получается, пока щит есть, он дэмэдж. Хреново, а не дэмэдж. А как урон-то он так много нанес? Ну, когда его пробиваешь, у него повышается урон по нему. Я не помню точное число, но около 50%. Ну, вот. И, дамы и господа, в левом ринге, в левом углу ринга у нас один из многих. В правом углу ринга динозавр и каколия. Каколия? Каколия. А вот тут очень интересный вариант, кого фокусить, потому что каколия может в пачке с динозавром ваншотнуть команду. Ну, если они одновременно все кинут. да. И там хо-хо уже не спаси. Да. Один массовый, другой массовый. Звездец, конечно. Здесь повезло, что он у каколии нету второй и третий фазы, как в виртуалке. Надо. Еще брони добавится. Звездец будет. Так. Вот сейчас будет. Нормально отхилил, живет. Немножечко. Везет, урона распределяется по всем. А уху-ху есть такая возможность? В смысле, нет, я про динозавра. То, что он может в одного все кинуть, да. Все вот эти вот отскоки. ну, в принципе, все довольно хорошо. Какой лечит? А! Лебедь вашу медь. Лебедь почти откислый, но ему повезло, если бы еще одна тысячка прилетела бы, то минус очень хороший дамаг. хо-хо хорошо хилит. Да, хо-хо хорошо хилит, но, блин, я вот поэтому люблю теперь этих щитовиков. Раньше у меня была фусюан, но теперь ее заменил авантюрин. Гепард слишком медленно свои щиты колбасят, особенно если играешь с броней. Хо-хо хоть и хилит, но лесуи... Ну, это не так страшно заморозка, хо-хо, потому что все равно ее хил работает. Да. Так, ульту прожимает. Искакали из полу уязвимости. Это не очень хорошо. Ну, в принципе, без динозавров. Ну, да, без динозавров. Ладно, еще. Интересно, кстати, сколько сейчас динозавров прилетит? Так, он может сейчас решить, попробовать его добить, либо продолжить. Если этих статусов хватит, то он, да, он пошел, он решил, нереально кого нападить, да, он решил ее колбасить. Ну, надеяться на то, что он умрет. Но, он сейчас еще бонус зеркала долбанят на 15% от хп динозавров. О, умер. Неплох. Ну, и тут получается, какой ли осталась одна. Но, тем временем, уже 6 циклов прошло. так уж и быстро сказал. Профита нет. Да. Так, хил, ну, хз, зачем сейчас хил был нужен, по сути, видит. Так, теперь один ждет, а теперь играет сам. Первый половин. Сэм, пожалуйста, 6 циклов. А я на каком? А, я на стриме один за всех. А, блин, один за всех, один за всех, один за... язык мне только ломаетесь. Злые вы. Так. А пока грустно. Сама стрим работает? У меня нет, у тебя? У меня тоже нет. Ждем. Five minutes это или, бляжка, мужская. Мой speaking English это дважды 24 только на английском языке, конечно же, нет. Сэм, твой стрим пока не ровно. А, понял. Че с ним? Он не слышит. А. Он оглох. Это грустно. Сэм? А, так, 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 не, тубль номер два. Смотрим. О, все, заработал. Есть сигнал. Сигнал. да, начинай, но в следующий раз про листовый персонаж. А, ну да, кстати, точно. Блин, я хотел написать ему. Да, уже ладно. Поздно. Надо будет написать потом. в принципе, мы наенки, если что, увидим, если что-то будет. Если товарищ хочет смухлевать. И так, наш отряд получается, генерал, броню, ледяная дамочка и лоджа. Вот, лоджа здесь. Да. Не, но лоджа сюда будет получше, все-таки, чем на Авантюрина, потому что Авантюрина не засейвит. Ларо на большее бьет, чем чтобы эти бонус-атаки Авантюрина Авантюрина шли. Ну, здесь, понятное дело, выживание команды будет нормальным. Это же все-таки лоджа. Машина бессмертия. Но взамен он мало что дает команде. Да. Так что, но зато он как пробитие летит. Ну да. Но, один вопрос, один вопрос. Это поджойнка, У нас, вот, если вот это ледяная, ледяной гризли забабахает себе своего юнит, которого он сжирает, с него можно убрать баф с помощью ульты лоджи? Я не очень понятно объясню. А, кстати, не, я понял о чем-то. Я, кстати, не знаю, снимаемый это баф или нет. Вопрос, огороженый, думали об этом. Но точно с этого рептилии точно не снять, скорее всего. Так. Кстати, альтернативное прохождение решил фокусить именно динозаврика. Да, по-моему, он всех выкусит. Блин. Ну, так-то да, конечно. Здесь бы, наверное, ульта лоджи бы хорошо вылетела во всем сразу. Типа, гризли ледяному и по этому крокодилу. Убьет. Ё-моё. И бах. Убьет? Не, если честно, лучше. Не, не хватило. Лучше на этой части мне меньше нравится. Даже, мне кажется, галлахер будет лучше. Ты про урон, да? Ну да, он и уроном сильно помогает. И отхил у него достаточно. У меня галлахер пока что, хоть и есть, но я его пока что не брал. У меня, у меня вроде по восстановлению здоровья учил Наташ пока что и лоджи, всё. Хоть у меня теперь есть ещё и эта рысь, но я пока её не трогал. Я сейчас пытаюсь своих дамагеров и этих саппортов. переколбасить. Так, ну и вот наш товарищ уже перешёл на других крокодилов и на других хоколей. Прожимать в ульту. Ну, а рестарт ещё никто даже не потратил, надо же. Но, правда, это заслуга ивентовых сустейнов. Да, у нас три бесплатных рестарта и четвёртый за один штрафной цикл. Естественно, что-то идёт не так. Ну да. Сложный этаж. Сложное зеркало в целом, точнее. Да, но смотри, у нас уже 25 на циферблате. Угу. Да. То есть, подэморжу как-то, как я понимаю, поменьше идёт. Ну, пока есть ещё два цикла в запасе. Два цикла. И вот, 24-й. Да. О, массовый максимум дэмэдж. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так. Ну, броня, всё-таки, да, не очень хорошо работает с генералом. Тут видно. Но, всё-таки, даже так он справляется. Всё-таки, Жуань Мэй очень хорошо бафает урон. Хотя, я бы всё равно не стал брать броню с генералом. Уж лучше какой-нибудь тинь-юнь. А у них, по-моему, да. Ну, тогда надо, у нас не хватает скорости на генерал, но ты видел его. У него, по-моему, 106 скорости на генерале. Ну, это да. То есть, надо будет пересобирать. Яс, своего Арлда качал так, что у него 82 критерона, ой, 82 критерона, критшансы и 140 критерона. А, там тинь-юнь была в бане, подсказываю. А, точно, в бане же была. Ну, в принципе, логично. Ну да. Генерал без тинь-юнь много деменов теряет. Так. Площ лечит, спасает всех. Так, крокодил, но он вот у нас на циферблате уже 22. Ну да, он успевает пробить его. Нормально. Но у нас еще ледяная королева на 34%. Я думаю, они переживут на самом деле ее одну, потому что, да. Они переживут, но по поводу циклов я волнуюсь. Хватит ли ему? Ну, циклы не ограничены, просто лишние проблемы. И штрафов за циклы выше 10 потраченных тоже нету, так что ничего страшного. Как и за смерть. Я, человек, который пока на трех звезд не добьет, не лезу на следующий этаж. И мне так, мне так обидно видеть на первом этой партии. Так? Ну, немного осталось. Блин, мне обидно то, что лучше всего две с половиной урона ип. Что, 9 циклов получается? Да? Подожди, а нет, 8, 8, 8, цикла ваш. Да-да. Звездец. Получается, 8. А, ну, не, подожди-ка, подожди-ка, получается, они пока что вровень идут. Потому что одному у нас там 34,30, так что к нему один этот идет. А у Сэма как раз-таки 24,30. То есть у них вровень они ползут. То есть у них все зарешает последний бой. Сейчас будет один играть, вторую половину. Жуань Мэй, Дзин Лью, Фуся и Лука. Сахарок, ты готов? Дай знак. Блин, я сейчас приду... А стрим задержит. Я сейчас приду, пару секунд, дайте, я обогреватель лучше включу. Да, холодно. Нет, пока подожди не начинай. О, начинай. Давай, Водин, начинай. Я скорость сяду, я надеваю уши. Я тут, добрый вечер. И так же, повторяем, Жуань Мэйн, Зин Лью, Фуся и Лука. И у нас босс Авантюрин. Ну, это будет интересно. Да. первый у нас... Подожди, это же, который хп снимает, да? Да, она максимально хп блокирует. Но тут Фуся с сигной, так что после смены волны она подхилит. Как у нее сигнаторная конос-то работает? Я хочу краски его выйти ради коллекции на свою Фусью. Ну, он дает немного хп, там, нет, по-моему, процентов элементального урона и подхиливает в конце каждой волны. Ну, между волнами подхиливает всю команду. На 80 или 90 процентов, я точно не помню, кстати. улучшенный нет, он, он хорошо бустит ее выживаемость и выживаемость команды, но стоит ли оно того? Ну, смотри, раньше у меня была Фуся, что, сфера на защиту и все остальное хп получается броня из броня с веревка и ботинки. И я в сапсатах набрал 124 скорости. Я столько времени потратил, чтобы этого набить. Ну да. Потому что базовая скорость в пусти меня пугает. Я, кстати, совершил такую же ошибку и с Даньхенем, потому что я Даньхеню, чтобы ты понимал, набил 121 скорость без сапог на скорость. и в итоге я потерял очень много в крит уроне. Но все-таки если да, ты собираешься одевать скорость кого-то, лучше одевать ботинки на скорость. Да. Без этого тяжело. Ну и пусть и скорость тоже нужна, потому что она будет больше генерировать очков для команды и все такое. Но я, кстати, был у нашего Red Dragon стрим. Я спросил, как насчет моей Фуси. Он сказал, чтобы я поменял ботинки на скорость как раз-таки и получается поменял веревку на энергию. А зачем? Ну, это без веревки на энергию Фуси может не хватать выживаемости. Ну, мне с веревкой на энергию выживаемости еле хватает. Но у меня, правда, у Фуси там 6000 хп, 2000 защиты примерно, 150 плюс-минус скорость. Ну, из веревки на восстановление, конечно. Ну, я сейчас как раз-таки такую же ехидну сделал, слава богу. Я все равно пила буду переодевать, как уплываю. Вот, у нас закончили. Хорошо, хорошо, кстати, начало второй волны. Удзенлю сразу есть ульта, есть ульта. Истаки, получается. То есть, сразу максимум дэмэдж. Не, так, я попробую сейчас пародировать этот из живая сталь из мобильной игрушки. Максимум дэмэдж! Максимум дэфэнс звучит лучше. Максимум дэфэнс! Не знаю, максимум защиты мне в этой игре нравилось лучше, чем максимум дэмэдж. дэфэнс! выиграла мини-игру, что, в принципе, неудивительно, когда 4 выпало. Да. Цзэнлю, она же массово бьет ядре на вашем мире. Ну да. Хотя, если это будет одиночная... Там может выпасть везде единички. Да, неплохой урон. Лука так-то неплохо наносит. 94 на 106. Как по мне. А Цзэнлю? Когда Цзэнлю наносит меньше урона, чем Лука. Это очень грустно. Ну да. Ну, Цзэнлю тут не хватает саппорта. Да. Это печалька. Ну, ка, сейчас еще. Ну, пока все довольно хорошо идет. Сейчас посмотрим, что будет после смены стадии. начнется самое интересное. А, у него же здесь двойная хитнес. Он начнет душить. Котина заморская. А Цзэнлю как раз будет без стойки. Да. А он же сразу почти начинает с кубиков рубиков? Нет, он со второго хода, насколько я понял. А, уже. Ну, нет, это еще не смена стадии, но... Лука все, промах. Немножечко не хватило урона. Я надеюсь, Цзэнлю сейчас съешки добьет, а? Подожди-ка, у него же... Ой, хорошо, урон попадет. Ну, все, да, 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 он защищает свою... А, смотри-ка, у нас еще 15% урона сняла. У Луки нету хп, у Фуси нету хп, и у Фуси нету ульты, чтобы подлечиться. Ну, ульту она сейчас получит, это не проблема. Ульту, да. А вот Лука может умереть. Да, Катя, Лука всего одно очко получил, если у него ударов там несколько? Там неважно сколько ударов. Там ну, хоть одна хитовая тычка, хоть многохитовая, там без разницы. Один раз ролишь. О, Фуси спасена от массы. она, кстати, сейчас еще раз ультанет. Ей откатит ульту. Так, четыре. Ой, и на Луки ульта. То есть сейчас и Лука себя откатит ульту и выиграет. Да, семь. Семь. Фусюань победила. Цзиньлю победила. Все правильно, да, сразу ульту дает, чтобы стойки не выйти. Потому что он сейчас вторую ульту получит. Макси... Не. Не, нормально. Минимум спенс. Не, кстати, у нее Фуси в 10 тысяч хп, она хилит неплохо. Да, хилит. плюс-минус, если это можно так назвать. Но хп Фуси прямо улетают все равно. То есть, не забывай, она отхилилась, а уже 6 тысяч хп. Ну да. То есть, 4 хп она уже потеряла. Да и лука все равно полуживой. Пробитие на 120. Ну и сейчас неплохо. 119. Не, Цзиньлю жалко тут. Она наносит меньше, чем лука. Как же грустно. Не, ну в сумме то она наносит неплохо. А, 5%. Ну, ладно. Тут Цзиньлю должна добивать. Арлан по такой логике наносит тоже неплохо. Хотя, подожди, Цзиньлю сейчас выйдет из стойки. Да. Не факт, что она добьет 5% хп. Если кританет ульта, то может быть. Ну, если будет пытаться, конечно, сэкономить. А, ну все, тут уже по-любому никак. цикл потерян еще один. Цикл. Обидно, конечно. Уху-ху, минус лука, но это не страшно. Ну да, штрафов за смерть нет, так что страшно. почти жуань мэй откинулась. Хватит ли или не хватит? Неа. А вот сейчас может и хватить. Да, хватило. Нормально. Так, у нас 13 циклов в сумме. И плюс один напиши. Ну, это потом у нас калькулятор по счету. Ну, ладно. Да. И, получается, переезжаем на Сэма. Да. Так, а мы можем сейчас посмотреть? подожди. Пока не начну. О, смотри-ка, он на Вантерина уже свой щит лотерейный. Все расчеты, они будут в самом конце, если что. А он не слышит же. Да, он опять замутился. Он не размутил Остер. Все. как рыбка просто. печатать не научился еще. Блин, жалко, мы не посмотрели, что у него за лук у персонажей. Ладно, вот я сейчас хочу увидеть, насколько у него мощная кларусы на е4. Так, не кританул. Не кританул. Не кританул. Не кританул. Тут, это, возможно, нормальный хи урон, просто, она не за бафин. Минус армора, не она, скорее всего, не критует, потому что, у меня сейчас, Клара, под более меньшими статами, примерно, столько без критов дает. Так что, она это просто не критует. Давай, максимум дэмэдж. Нормально. Реклама. И сколько дашь? 174. Неплохо. Ну, кстати, у меня Арлан под бафами без без отрицательных эффектов на противнике выдал пару раз 150, так что Арлан, 150, как тебе такое, Так, ладно, что-то я зациклился на своем Арлане, как Редрагон на своем этом профессоре. на докторе рации. Так, 23 на Абунтерине, но это типично. А, несмотря на то, что у него еще Абунтерин плохо, по сути, не вкатен в урон. Ну да, кстати. У него чисто Таур Дефенс. Интересно, Клара плюс Ханни, я такого еще не видел. на самом деле, пачка. Че у нас, она у нас ускоряет противника в свой союзе. Да, в этом-то и проблема, что Клара не очень, ты и хочет быть ускоренной, как будто. Ну, кстати, еще здесь проблема, что Авантюрин и Клара далеко друг от друга. А, это, кстати, да, тоже ошибка. Да, потому что Авантюрин надо, чтобы как можно больше союзников били, чтобы он регенил свои эти стаки. А Кларе надо, чтобы ее били, чтобы она чаще. То есть, они оба довольно высокоагримые единицы, и они бы хорошо сочетались прямо, что в центре сидели. Надо. Так что, как минимум стало рядом поставить. Да, можно было поставить нарядно друг с другом. Но, однако, урон неплохо идет. Правда, циклов о запасе не очень много. Да, циклов немного. но Клара так-то хорошо дэмэдж может выдать. О, добила волна. Неплохо. Так, на нашем циферблате уже 19 циклов. Ну, я надеюсь, он будет пытаться кидать только на Клару свое мини-игруто, а будет намного лучше, конечно. Да. Но, смотри, выживаемость этого Авантерина прям бешеная. Ну, да. Не, она Авантерин, он очень сильный. Ну, да, он его вкачал хорошо в сустейн. Хотя, стой, а там сколько было счетов? 4300? Он, ну, в Клару да. Ну, да, 4300 за счет. Да, повезло. Он сразу же ульта. Максимум демч. Телефон. Серьезная. Фауб. Пробить им Хани, ну, лучше Клары и Шандарахна. Ну, Клара вряд ли есть вообще брейк-эффект какой-то. Ну, нет, кажется, все равно физическое пробитие от Клары. Ах, не она тоже в физо. кстати, да. Дорогнул. 89. 150 от волны. 93. Волна пока передамаживает. 60. А, подожди, у него уже Клара этот. Е1. Е4. Е4. самое главное, что у нее Е1 есть. На это. Потому что тогда не хватило. А, в смысле 3-4? На тебе порожи. Какая ты сволочь, не дала мне баллов. У меня, кстати, Клара с Вантерином хорошо. Я не помню, сколько точно у нее сопротивление эффектом, но Вантерин дает 50 своими счетами. У Клара почти 100% должно быть. Да. Ну, вообще, вообще, Авантерин и Клара это хорошая комбинация. Потому что, во-первых, как я говорю, их поставить вместе, по ним будет хорошо так дэмэдж проходить и Авантерин довольно часто будет своими счетами, а Авантерин рядом с Кларой и часто будет дэмэдж идти по ней. То есть в плане Таур Дефенс Башенная защита Я люблю этот жанр В плане Как назвать-то по-другому Сустейна? Да, в плане Сустейна это будет очень хорошо, потому что, во-первых, агры и частые бонус-атаки, при том еще от Клары. Частые. Ну да. То есть Авантерин прям очень часто будет свои щиты кидать. Ну, тут ему и так, и так, на самом деле, конечно, ну, хватает, чтобы счета обновлять на авантюре. Но ему чертовски не хватает урона. Ну, посмотрим. Ему реально волна, по сути, всю игру проходит. Блин, мне жалко. Мы такие обидные вещи говорим о своеме. Грустные. А вообще, леса в такую пачку, кого бы можно было бы Кларе поставить? Ну, я, как минимум, бы сразу Ханью заменил. Ну, да. Ну, Тинь Юнь в бану летел. Я даже... Но здесь проблема в том, что сама Клара это же сам ДПС, чем... Тинь Юнь, Искорка, насколько помню, тоже была в бане. Там нормально так эту Клару обрубили. Искорка, Тинь Юнь, потом Ахерон еще был. Та четвертый был. Я не помню. Ладно. Сейчас увидим в конце. Да. И уже немножко осталось. Ну, как немножко. 22 единицы. 21 единица. 20. 17. 11. Клара, у него бешеная. Но, как сказать? это не тот режим, где нужна Клара, как по мне. Ну, она тут неплохо справляется, просто команда не совсем подходящая на самом деле. Тоже верно. А если бы сюда броню приписали бы, как думаешь? Не, Клара с броней, но не очень, если честно, работают тоже. Бонуски, броня не бафает, получается, остается только ульта. Ну, а тут и там не так много. Нет, у него е4, то есть, на метке он прям хорошо должен дамажить. Ну, да, на метке, да. Но, в то же время, Клара, блин, свои ешки, только по массе бьет. А у нас здесь обнаружен. Не хватает Кларе. Но, зато у него ульта без КД, смотри, без тенью, это интересно. 16 циклов потратил. 16 циклов, получается 15. Сейчас посмотрим. Сейчас все узнаем. Переходим на Сахарок и... Еще получается 8 циклов за вторую сторону. 7. Нет. 14. В сумме было 16. 15. Но у нас получается один выиграл. Да. 14 против 15. Кстати, ну да, там значительно меньше циклов. Ну, на 3 цикла было в запасе, а 1 прибавили плюс 1 цикл за 34 очка. У Сэма отбавили чуть... Как сказать? Ну, короче, у него даже не половина цикла отбавилось за его пик. Так что, да. У них разница была в полтора цикла, а один из многих прошел на 3 цикла быстрее. Да. Ну, поздравляем нашего победителя первого матча. Один из многих проходит в следующий этап, а мы прощаемся с нашим Сэмом, с его безумной Кларой. А зачем Янчику вообще взял? Ну, это не у нас Жонь Мэй. А, точно. Жонь Мэй. А, Кап у него была в бане. Ну, вот. А, да. 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 А, да. Продолжение следует...